Покупайте монеты у Крабов, собирайте сильную команду FIFA. Краба.ру. Там низкие цены и высокое качество. Ссылка в описании. Всем снова привет дорогие друзья, зрители канала, футбольные болельщики, любители вообще футбола, с вами вновь развлекательный канал SNTG, меня зовут Слуцкий Александр и мы продолжаем проходить карьеру в FIFA 15 за Зенит, у нас 30 тур чемпионата России, играем мы с главным нашим конкурентом, главным нашим преследователем чемпионата, московским Спартаком и вообще главным соперником Зенита, то есть фанаты это, главное противостояние считают, ну фанаты Зенита именно со Спартаком. Одно очко нас отделяет, и то есть ничья нас устраивает, но поражение ни в коем случае. Если мы проиграем эту встречу, то мы упускаем чемпионство, именно нашим прямым конкурентам. Ну что ж, поехали, кто будет играть в этой встрече? Итак, Габриэль Агбон-Лахорь безусловно, Вилоте безусловно, все-таки я их хочу поставить на эту встречу. Халк, да, непонятное дело, Абьянг-Вицель нет. Вы же понимаете, будет играть Тиоте. Тиоте вместо Абьянга, вот такая вот перестановочка. И очень интересное решение я принял. Как у нас там Ломберс поживает? Николас Ломберс встает вместо Горая. Это действительно так, потому что Горай меня не устраивает совсем в последних матчах. А в атаку выходит в запас, конечно же, Рандон. Кроме того, Миранчук уступает вместо Олегу, Олегу Шатову. Я все время его теряю почему-то, но вот он. Да, Малафеев, Джорджевич, Черышев, Рандона, Бьянг, Шатов, Самсуров. Ну что ж, защита Брызгалов-Ломберс. Не знаю, как сыграют, надеюсь, лучше, чем Горай. Потому что Горай, это тихий ужас был в последних матчах, если честно. Все проигрывает. Но форма у парня совсем не та, что нужно. Поэтому я решил его убрать таким. Кроме того, играть мы будем, судя по всему, в гостях письяков. На воротах Бариос, нападение Яковлев, Глушаков, Ананидзе, Эберт, Ромоло, Бакетти, Таски. Паршевлюк-Макеев. Состав не сказал бы я, что он слишком уж такой сильный, но... Видимо, именно этими ребятами Спартак дошел до того, что претендует на первое место. Так, тетэ, давай ты не будешь с такими финтами тут разбрасываться в таком матче. Смольников. Дважды развернулся. Там Ломберс побежал в атаку. Вот дает. Мицель. Пока просто владеем мячом. Ломберс, давай ты назад убежишь. Окей. Николас, да. Все правильно. Халк. Снова Смольников, Тиоте. Адбон Лахор. Вилотто прошел. Вилотто прострелил, но не точно. Вот так завершилось. Аж 7 минут она длилась. Это первая атака Зенита, но... Довольно опасно завершилось. Ладно, Эберт по правому флангу. Назад играет. Мы будем придерживаться той же тактики. Хотя с Амкаром вот она немножечко была проигрышной. Амкар оказался к ней готов. И помните, как разыгрывал мяч? Так что нас обыграли в итоге пермики. Очень насыщенная центральная ось у Спартака. Не стоит об этом забывать. Там 5 полузащитников аж. И один нападающий Бариос. На которого можно кстати и понавешивать. Тоже надо опасаться этих навесов. Смольников. С Халком сыграл. Отлично. Халк. На скорости. На скорости бразилец. Не пустил Макеев. Довольно успешно действовал против одной из главных завес Зенита. Глушаков. Ромула. Пятка играет. Опять успевают там. Дания. Капитан в этой встрече. Горая заменил на этом. Посту. Снова Мигель. Хорошая передача на Вилоту. И вырезать бы туда. Сложно. Пятка-то. Черт-то и ошибается. Вицель. Здорово. Помочь. Помочь. Халк забегает. Хорошо. Халк. Халк. Пробил. Мяч отскакивает. Здесь Вилота. Вилота. А если бы на силу? Может быть бы и пробил Писейкова. Атак он выручил. Ну ладно. Бил на технику. Так. Давайте подаст Халк. Трудно. Наверху нам бороться трудно по-прежнему. Вансальди. Выиграл мяч. Аггун Лахор. Вилота. Цепляли там Хуан и Вилоту. Но. Как обычно. В общем ладно. Не буду это повторять. Судья не реагирует. О. Вицель. Хорошие отборы сегодня демонстрирует. И Дани. Отличный пас. Аггун Лахор. Ну разберись здесь. Разберись с защитниками. Не знал что делать. Честно. Остановился. Замедлил темп. Ну и там накрыли уже. Жанон Анидзе. Долго владел мячом. В итоге потерял его. Вот. Вот Ломберс. Успел сейчас. Мицель. Выиграл борьбу. Готовился сделать передачу. Слишком долго. Слишком длинная пауза была. Брызголов. Великолепен. Халк убежит на фланг. Нет. Не пускают бразильца здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опасный момент довольно-таки. Брызголов успел. Хорошо. Аггун Лахор на скорости против Тащи. Или Таски. Как его? И вот так и так называют на самом деле. Остановился. Ушел. От второго ушел. И видит там Вицеля. Вицель. На замахе. И пробить в дальний. Писиков. Писиков хорош. Два раза уже спас. Аггун Лахор. Кто поможет? Никто не поможет. А на Нидзе. Че, АТМ. Как всегда. Тут аккуратней. Ох, Ромулу накрыл Театэ. Только похвалил я Театэ. И он ошибся. Если честно, я готовился к пропущенному мячу сейчас. Как оставили, а? Без вообще присмотра там. Вот из полузащитников Спартака, подключившихся в атаку. Увиделись все сами. Да. Однако. Эберт. Заброс. Очень опасный момент. По-моему, Глушаков бил. Может, поиграем во владение, а? Не будем рисковать. Хотя это нас может подвести. Да. Поиграем и так во владение с такими потерями. Надо смотреть на вес, конечно. При этом не забывать, что и в короткий пас Спартак умеет играть. Когда вот такие атаки, это безумно опасно. Паршевлюк. Да, они отлично. Билот-то развернул атаку вообще в другую сторону. Смольников. Халк. Смольников продолжает движение. Получает мяч, Игорь. А вот в пользу Зенита. Билот-то 77%. Не очень процент, конечно. Можно и получше. Ну что, пока 0-0. Все на тоненького. Один гол решит чемпионство. Я вообще в шоке. Такого не было давно. Три удара у нас, три удара у Спартака. Выходит Шатов вместо Билота, наверное. Все-таки. А также... Объянк вместо Теоте. Ну давайте. Убираем везунчика. Это, конечно, может плохо кончиться для нас. Также мы ставим с вами... Надение мячом надо поставить. Вот так. Кроме суперзащиты. Паршивлюк. По флангу. Он вон лохор. Отрабатывает в обороне. Объянк. Шатов. Свежий Олег. Не успел отдать передачу. Аут в пользу Зенита, тем не менее. Да, они здесь совершенно один. Убегает, убегает, убегает Мигель. Дальше не пускают. Красиво хотел пройти на финте. Шатов назад. Объянк. Вицель. Очень бездарно сыграл бразилец. Сейчас отработал этот момент. И забить надо. Перекладина. Очень жаль. Очень жаль. Отличный проход. И на замахе убрал там. Нет, в штангу. В штангу попал. Попал в штангу, бразилец. Забей сейчас. И куда легче нам бы было. Навес. Надо смотреть навес. Смотрите, они по-разному играют. И нет, нет офсайда. Все-таки идет навес. Удар не опасен. Фу, Брисгалов там справился. Заграем-ка мы с ближним. Ломберц. Брисгалов. Олег Шатов сюда сместился. Вицель. Снова Шатов. Не видит, кому можно отдать. Все это на коротке. Все это очень коротко, блин. Может с забросами поиграть, а? Агбон Лахор. Заброс прошел. Надо сказать. И прострел прошел. Удар прошел. Но Шатов не готов был опять. Опять удар слабенький у Олега какой-то. На сей раз головой. Вообще прострел был довольно сильный. Но может быть поэтому и удар был послабее. Так. Ломберц. Получает травму, друзья мои. Получает серьезную травму причем. У нас нет защитников в запасе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давайте думать. Вицель смещается на позицию защитника. Безумство. Это безумство, друзья мои. Это безумство. Сюда идет Шатов. Сюда идет... Кто сюда идет? Черышев на фланг уходит. Даня в центр. Капец. Перед финалом. Человек, который хорошо, очень хорошо заменил Гарая. Ломается у нас. Перед финалом Лиги Чемпионов. Я имею ввиду, конечно же. И в матче. В золотом матче Чемпионата России. Агон Лахор. Ну фалили, да. Фалили против него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие страсти у нас происходят тут, а? Шатов. В опорной зоне. Да, они. Ждет, пока выдвинутся два защитника на него. Не дождался. Калитку не открыли перед ним. Как сейчас Бариус прошел? Каким-то чудом ведь. Черышев. Вышел мяч, отобрал. Аккуратно. Навес будет? Не будет навеса. Отобрали мяч. Черышев. Здорово, Дани. Передачка, передаченька. Передаченька. Не прошла. Что творит Бариус, а? В итоге навес. Скидочка. Ансальди. Так, в контратаку можно убежать. Они прессингуют. В принципе, так неплохо. Дани. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Я Бьянк, что ж ты делаешь, друг? Мигель. Мигель ошибается. Ух ты, Шатов. Корпус ему поставил Эберт. Черышев здесь свеженький. Но не пускает по флангу. По флангу, говорю, не пускать. Хорошо. Ай, мяч не остался в поле. По-прежнему 0-0. Удерживаем счет. Нужный нам. Желтая карточка. Там было нарушение, что ли? Или что? За что Ромала получает желтую? Объясните мне, пожалуйста. Товарищ судья. И товарищ режиссер. Да, да, да. За подкат старенький еще. К сожалению, у них здесь было нарушение. О-о-о-о. Это вы молодцы, Спартак. Замены одна за другой просто там. Черышев. Шатов. Игорь Смольников. Ну, не забегай только, Игорь. Останься. Останься в защите. Халк зарабатывает аут. 84-я минута. Золотой матч чемпионата России. Пока Зенит чемпион. Огон Лахор. Совсем не заметен. Последние минуты. Абьянг. Дани. Огон Лахор. Черышев. Как грубо сейчас снесли. Но без нарушений. Эберт. Последние минуты, друзья. Последние минуты, которые... Ну, вы сами все знаете, что я вам говорю. Абьянг. Просто вперед на Аггон Лахора. Аггон Лахор. Оттеснил двоих. Но третий там оказался. Быстрее. Тут нарушение. 90-я минута. 90-я. 0-0. На каких нервах сейчас все. Заброс. Смольников. Халк. Снова Олег Шатов. Наггон Лахора. Дани. Долго владел мечом. Он в итоге отдал Шаттл. Шатов с левой ноги. Не со своей. Но точный пас на Абьянга. Вперед. Вперед. Пас. Может быть и зря. Но Дани тут. Дани, Дани, Дани. Судья. Ладно. Последняя атака. Нет. Ну, благо хоть свистнул. Мы чемпионы, друзья. Поздравляю вас с чемпионством. Фух. Чемпионат России мы выиграли. Впереди финал. Самый главный, наверное. Финал Лиги Чемпионов. С трудом. Всего лишь получается в один балл. Да, у нас преимущество над Спартаком. И... Но мы выиграли чемпионат России. В первом сезоне нам это не удалось, кстати. Мы заняли второе место. Насколько мне не изменяет память. Ну, а здесь... Здесь получилось. У нас было больше ударов, собственно. Почему нет празднования, я не знаю. Ну, да ладно. Точность пасов. 88, 88. Кстати, одинаково. Смотрите-ка. Отборов у нас в два раза меньше. Но у нас такая была стратегия. Кстати, владение на 10%. Больше именно у нас. Ну, что ж, дорогие друзья. Впереди финал Лиги Чемпионов. Двизовой фонд турнира. 15 миллионов 840 тысяч и 1 доллар. Игрок травмирован. Николас Ломберс. 4 недели. Ну, понятно, что он в финале не сыграет. Это уже ясно всем стало. Может быть. Может быть. Стоит Тимощука поставить. Я не знаю. Тимощук и Брызгалов. Это тоже такая пара. Ну, не ставить же Дьякова, который только восстановился от травм. Я вообще... Я не знаю, честно. Давайте Анатолия Тимощука. Гора это просто смерть. И подобно с Реалом. Горай будет в запасе у нас на всякий случай. Вот так я вам скажу. Ну, а в финале сыграют Рандон. И Шатов. Где у нас Соломончик? Вот он. Конечно же... Так. Агбон Лахор. Запас идет. Вместо Файзулина. И Вилотта. Вот надо подумать. Вместо кого здесь? Малафеева убирать? Вратарь. Может понадобиться нам или нет? В финале. Кто его знает? Давайте Самсурова. Все-таки не матч. Это для молодого парня. Финал-то. Фух. Вы сейчас увидели состав на финал. Который мы сыграем в следующей серии. Да, Джорджи, успокойся. Ты и так много играешь. Очень много даже, я бы сказал. Встреча об успехах. Пресс-конференция. Мотивация. Горай хочет играть, говорит. Ну-ну. Парень, ты не в форме. Ты вообще не в форме. Ну, вы помните, как он играл. Ну что ж, следующая серия не заставит себя долго ждать, друзья. Увидимся в ней. Лучшая команда недели. Давайте посмотрим. Из наших нет никого. Из Амкара много. Но они правда хорошо играли. А вообще... Ну ладно. Это в следующей серии. Увидимся, ребятки. Лайки и комментарии приветствуются. Пока всем.